итак в очередной раз шашлык а почему бы и нет сейчас я расскажу мне тут люди рассказывают говорят лёш ты когда кушаешь ты может быть людям объяснишь что ты кушаешь а я расскажу следующее даже если я что-то кушаю я кушаю то что приготовлено своими руками другого варианта и нету я не буду говорить что вы можете кушать чипсы но это бред вот я не буду вам говорить о том что жарится тоже не хочу потому что по сути сейчас объясню ситуацию вот то чем я бы хотел заниматься я бы хотел вам объяснить как бороться с раком а теперь я вам задам вопрос что такое рак ну в связи с тем что я этим штукой ты болею я естественно смотрю и думаю и как мы все заражаемся то есть давайте переговорим о том сколько у нас от рака умрет у нас от рака умрет шестьдесят пять процентов населения то бишь о чем мы говорим почему у нас возник рак в том количестве ну во первых благодаря медицине естественно то есть представляете да раньше допустим моя бабушка родила ну человек наверно десять человек мой я не помню сколько но в реальности выжила не так уж и много кто-то умирал в детстве вот кто-то позже но количество людей которые она вырастила но человек было может быть четыре которые доросли до своего возраста я умерли от смерти естественно сегодня и сейчас рождается каждый первый человек ну практически каждый первый человек за редким исключением и в основном там косяки как бы ну тех кто занимается родами вот поэтому мы стали жить дольше потому что у нас есть медицина да вот естественно раз мы живем дольше вот мы болеем раком теперь раз я сказал что шестьдесят пять процентов населения у нас умрет от рака вот то есть он есть у меня у вас у каждого без разницы вот теперь другой вопрос почему мы умираем от рака вопрос вполне очевидный и понятный то есть после того как мы завалили иммунную систему вот как только вы завалили иммунную систему рак начинает где-то прогрессив и вы не объясните где он потом по ним вам это дело продемонстрирует неважно кто вот у меня допустим в голове у кого-то в других местах то бишь мы заваливаем иммунную систему почему сейчас столько много стало рака и почему стали от рака умирать им дети в том числе а вот вот я почему сейчас начал говорить о грамотной пище давайте вернемся на круги свои 25 лет назад отмотаем когда не было того говна который продается в магазинах но не было его не было колбаску мы не ели тоже колбаса было ну ну она была в редкости во первых во вторых ну ели в принципе то что готовили дома но естественно перемене мы делали естественно тоже дома и они были очень вкусные кстати если вы забыли так вот я доведу до сведения что те перемены были очень вкусные давайте все это дело отмотаем и вернемся на круги свои то есть я также развернул все на круги своя вот и мы начали своей супругой заниматься сельским хозяйством для этого я купил замечательный культиватор для целины естественно вот и мы начали этим делом заниматься и в итоге сегодня сейчас причем когда у тебя есть все то что должно быть процедуру не очень сложная получается да вот теперь как вернуться на круги своя то бишь я вам уже объяснил до кушайте то что доктор прописал то что вы готовите и будь все в принципе хорошо единственный вопрос единственный вопрос прекратите посещать супермаркеты ничего хорошего там нету вот в связи с тем что как бы я держу интернет и для того чтобы вам это все дело понять теперь как мы можем бороться с раком бороться там тоже можно сейчас я покажу попросил немножко поди чуть-чуть вот это вот называется хреновина ядрененько вот ее надо есть в больших количествах это пункт номер один то есть здесь у нас чеснок больших количествах больших количествах хрен и естественно у нас помидоры здесь же это не кух мастер нет естественно это вообще совсем все по-другому кух мастера тут даже не пахнет вот к сожалению сколько я приготовил я практически все уже съем то есть теперь придется искать уже и бабушек то есть это пункт номер один пункт номер два каждый может это делать и даже те кто смотрит интернет они могут это делать легко то есть мы делаем что мы делаем варим свеклу варим свеклу туда чеснока вот туда же помидоры простите огурцы все это замешивается и так чтобы было круто это тоже тема замечательная тема лимончики лимончики это что что доктор прописал вот лимончик я ем целиком каждое утро вот а вот дальнейшая тема вот дальнейшая тема это гранатовый сок в связи с тем что вы наверняка смотрите и может быть это не в магнитогорске я вам расскажу то место где вы можете покупать гранатовый сок гранатовый сок вы покупаете в любом супермаркете магнит только покупаете там гранатовый сок там же покупаете лимон но это дешевое место вы мне хоть что делать я вам серьезно говорю так вот гранатовый сок и делается нар то есть ну это вот из азербайджана нар берите его и кушайте на здоровье вот теперь то на чем мы жарим вот сейчас вам объясню я тоже хотел бы этим делом заняться но пока вот видите у нас тут проблемы то есть мы в египет не можем пролететь почему непонятно вместо того чтобы там на месте все это дело решить вот у нас все как то так вот то есть мы вообще оттуда полетели но в любом случае можно туда съездить это никаких проблем нету то есть нерегулярные рейсы если просто садитесь в интернет берите билеты и улетайте спокойно никаких проблем нету то же самое в турцию да ну почему бы на месте там не так дать зачем надо было нас туристов-то бросать вот к сожалению опять то есть опять же нерегулярные рейсы и опять же летите сейчас ценники на отеле упали вниз вот и оттуда а вот оттуда знаете что вам необходимо привести самая замечательная тема то есть если вы что-то ну жарите смысле пункт номер один по сути чипсов у вас быть не должно и любой штуки где вы будете жарить то есть извините пожалуйста но вот чебуреки это не для вас жареная картошка это тоже не для вас котлеты можно делать можно делать котлеты но самое главное то есть я прочитал в интернете я ничего не приду не надо мне говорить что это какой-то крутой нет я не стоит не крутой обыкновенный человек такой же как вы вот посмотрел то есть оптимальный вариант если вы будете что-то жарить то это естественно оливковое масло нормально то есть оливковое масло то что доктор подписал ешьте на здоровье никаких проблем нету а дальше идет не постное масло не подсолнечное масло простите вот дальше идет жиры то сальцо вот берете сальцо режете и на жирка готовите вкуснятка конечно не то что оливковое масло но уже круче чем подсолнечное масло а потом уже подсолнечное масло то есть нет это не должно быть у вас вот и все дал кстати тут селедка то же самое если вы хотите кушать пожалуйста селедочку покупайте она недорого стоит сами все делать никаких проблем нету все делается абсолютно легко вот я вам уже объяснил как все готовить вот теперь что касаемо китая да вот я в дело в чем заключается я про китай сделаю материал вопросов нету но мне же не дадут вам рассказать о чем не дадут мне вам рассказать о особенности китайской медицины вот там все прикольно самое забавное что если вы даже владеете английским языком для то для вас оптимальный вариант это будет куда съездить самое дешевое для вас то можете съездить и в индию там все в халяву берете в любое место заходит вы и даже на гоа ничего не платите и получаете медицинское обследование и химию в том числе кстати химия там в три раза дешевле чем она в турции в турцию можно сходить да но там начинаете немножко попадать потому что турки это кстати вот турки с какого-то типа они стали я в принципе так давно знал потому что на чем я работаю это проблема с лицемерием то есть вокруг меня 95 процентов людей с которыми я бы не хотел общаться но они лицемеры естественно но вот мне приходится этими же корнями с ними бороться то есть когда я переговорился с турками и они поняли что я такой же человек я также могу лицемерить то есть у них уже другие карат тараканов в башке возникли они думали что мы такие но нет этот человек русский понимать еще раз вам говорю если приехали в турцию то поймите что это лицемерие то есть они говорят вам одно а вот думаю совершенно другое то есть ну что было понятно вот теперь другой вопрос в китае мы приехали я приехал в китай тоже с ними переговорил забавная ситуация в те места которые боях бы я хотел уехать да то есть я бы вряд ли поехал бы в германию потому что там в германии по английски никто не говорит но и в китае то же самое то есть грубо говоря из 100 человек один возможно говорит по-английски все остальные не говорят по-английски насчет русского там из тысячи человек если один еще будет беседовать с вами то есть вы пожалуйста не думайте что китае тут и все для вас нет такого нет и не надо сказки мне рассказывать вот но приехав китай вам сейчас объясню для чего все это сделал почему я старался сделать как можно все быстрее потому что извините у меня сын а мне для него и жить приходится придут другого варианта и нету приехал я в китай вот и если вы сильно-сильно хотите попробуйте я не знаю смогу ли я ну скорее все видите я когда приехал мне сказали лёша мы тебя научим а как вы меня научить скажите мне с поработник телевидения в принципе инженер но я же не работаю с аппетерапевтом я пчелиными ядами не занимаюсь я серьезно в этом сказал это невозможно но тем не менее я нашел то место причем это было не не просто фуфлень понимаете это не фуфло то есть куда я приехал это было то что доктор прописал это был все китайский слет аппетерапевтов представляете два практически два миллиарда китайцев да они также болеют также 65 процентов рак ну к сожалению не жрут всякую билиберду но тем не менее вот они мне сказали ты можешь лечить и говорю да это невозможно давайте я вам привезу нормального аппетерапевта кстати если смотрите это все магнитогорцы если смотрите челябинцы давайте все-таки сумма небольшая 400 тысяч это небольшая сумма мы привезем нормального аппетерапевта и вы с магнитогорска из челябинска вот просто там надо чтобы один был потом второму объяснит как это все делается я покажу где это делается если вы сможете я не объясню как вам это делается но если вы приедете в пекин то грубо говоря юго-восточная часть вот где-то посередине вот туда на зайти на не помню как голове мы и есть это дело если сильно захотите но вызывайте меня и вас свожу тут ничего сложного нет челябин алексей вы меня знаете да если что-то не поймете то в одноклассники залезьте пожалуйста напишите мне письмо ладно съездим ну подождите час два месяца потому что там виза закончилась вот я свожу и у вашего человека в том числе то бишь чем китайцы занимаются китайцы не лечат рак ну не лечит они его но они его замораживают вот то есть вы будете жить вы будете жить ну абсолютно нормальной жизнью не делая те вещи которые провоцируют рак то есть вы будете есть нормальную пищу вы будете заниматься нормальными вещами ну естественно вот я не 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 вне там самолета я не прыгаю смысле с парашюта нет извините горные лыжи это только потихонечку и только тогда куда надо все до свидания я не могу ездить на квадриках на мотоциклах это все я не могу ездить на водную горках нет я не могу есть на этих коньках естественно да я не могу ездить на водных скутерах это тоже то есть я этим делами не могу заниматься ну извините но вот у меня есть сын кстати пришел вот для чего все делается и пускай эта штука будет у вас заморожена да это штука которую вам необходимо делать да а другого варианта и нету но тем не менее когда я вам привезу вашего человека апитерапевта вы потом будете к нему также ходить сумма это не большая извините подвините либо это радио либо это химия который стоит космический денег либо вы просто будете себе пчелки садить куда надо то есть ребятки если вы все это дело поняли никаких проблем нету вот что касаемо того что я там кушал естественный вариант первоначально я покушал шашлык которая присутствует потом потом я пару раз попробовал фритюр простите было дело но уже потом я нашел знаете что такое пекинская утка это то же самое что шашлык она готовится на углях вот почему мы говорим кушайте нормально то что вы готовите на углях и шашлык в том числе пекинскую утку никаких проблем на углях вот к сожалению вам нету необходимости да и нету вообще возможности есть копченые вещи про копченые вещи забыли сразу про колбасу забыли сразу про все что делается но вот надо тоже по моему забыть потому что гораздо спокойнее делать все самим и все получается поэтому ребята еще раз и неоднократно посмотрите этот дивный сюжет я в принципе вам объяснил все если вы будете делать все правильно пункт номер один ваше стремление к жизни она увеличится пункт номер два естественно вам надо молиться тут вариантов нет я молюсь господу и только благодаря ему я живу другого варианта и нету потому что господь не дает возможность жить ради моего сына другого варианта я не вижу и не думаю что кто-то мне бы еще что-то дал поэтому если вы сильно хотите делать все как я вам прописал если вы еще более хотите позвоните мне и мы съездим с вашим апитерапевтом и